Туристическая привлекательность – критерий, определяющий во многом развитие региона. Именно поэтому в последние несколько лет многие городомеры активно занялись разработкой концепции продвижения своих достопримечательностей и памятных мест. Областной центр всегда был городом туристов. Однако в преддверии тысячелетия тема развития его потенциала стала одной из центральных. Дополнительный импульс во взаимоотношениях с европейскими странами дал безвизовый режим на территории туристско-рекреационной зоны Брест. Перспектива провести уикенд в Беларуси оказалась весьма заманчивой для гостей за рубежа. Только за полгода турпоток по безвизу в сравнении с аналогичным периодом 2018-го вырос вдвое. Количество туристов, если сравнить даже неделю перед празднованиями, которые прошли в городе Бресте, возросло в два с половиной раза. Если обычно за неделю к нам въезжает около 400 туристов, то сейчас за неделю, предшествующую большому празднованию в городе Бресте и началу вторых европейских игр в город Брест въезжает более тысячи безвизовых туристов. Популярность городу приносят и мероприятия. Только в этом году в День памяти и скорби в цитадели побывало более 10 тысяч гостей, среди которых порядка 500 реконструкторов из стран ближнего и дальнего зарубежья. Кроме того, Брест стал транзитным пунктом для гостей вторых европейских игр, дух которых царит в областном центре. Фан-зона на стадионе активно живет даже днем. Здесь постоянно ведутся трансляции выступлений спортсменов, работают фото-зоны, игровые площадки. Европейские игры – это почетное для нас событие. Я очень рада, что являюсь волонтером и болеете за наших. Переводчики в диспетчерское областное управление МЧС появились также в рамках проведения вторых европейских игр для оказания комплексной квалифицированной помощи в случае необходимости. Ведь не последнюю роль в вопросах гостеприимства играет безопасность. Переводчики-волонтеры – студенты факультетов иностранных языков. Интересно. Все так сплучено быстро. Пока, к счастью, реальных случаев с оказанием помощи не было зафиксировано. Однако министерство и руководство областного управления держат руку на пульсе и периодически внепланово проверяют слаженность работы переводчиков и диспетчеров. Звонки носили только проверочный и тренировочный характер. И не зарегистрировано на данный момент никаких сообщений от иностранных граждан. Но тем не менее мы всегда находимся в режиме ожидания. С любой точки области мы готовы обработать вызов, оказать помощь человеку, который оказался в трудной ситуации или просто консультативную помощь. В целом же город будет жить вторыми европейскими играми до воскресенья. В торговых павильонах еще можно найти различные сувениры и сладкие подарки с логотипом одного из крупнейших спортивных событий страны. Для Бреста же пик мероприятий приходится на сентябрь, когда город будет праздновать свой миллениум, приехать на который уже заявились гости из разных городов мира.